всем привет я очень по вам соскучилась давно у меня не было таких разговорных видео мне кажется вообще от камера отвыкла если честно я к этому видео никак не готовилась не писала плать заранее не знаю просто хочу рассказать как у меня дела хочу увидеть от вас какую-то поддержку обратную связь потому что когда я снимаю просто видео рисование как-то никакой отдачи практически нет а вот когда видео разговор на очень много комментариев и очень много людей каких-то появляется которые хотят мне чем-то помочь не знаю даже чего начать наверное скажу о своих мыслях немножко том что я больше не буду говорить заранее о своих планах никому вот серьезно я начинаю верить в эту примету о том что если ты что-то скажешь заранее это не сбудется вот на моем примере это получается именно так я не знаю почему но у меня очень много возникло проблем и сложностей с этой коллекцией и она буквально самого начала не пошла все пошло наперекосяк просто и я уверена конечно что не у всех так легко все как кажется да но мой случай мне кажется особенный вообще сейчас вам покажу вещи которые мне отшили я вам показывал в предыдущем видео комбинезон желтый из футера потом мне где-то через три дня я поехала забирать другие вещи уже у другой швеи у меня была идея в общем сделать жилетку таким кармашком и еще к нему к этой жилетке идут штанишки правда мне конструктор их уже не вернула но уже не суть ладно есть не работать уже не буду были штанишки тоже в клетку и там были отвороты такого цвета я бы сейчас вам хотела показать как мне сконструировала конструктор то что здесь идет подклад он трикотажный и она сделала вот такой защип я так как у меня опыта в сети не так много я не знаю я от одного человека слышала что такой защип не нужен потому что в основном его делают для пиджаков но не для жилетов потому что пиджака есть рукава и подклад обычно когда ты двигаешь руками он тянется на спине чтобы такого не было что была какая-то свобода делают такую складку и вот у меня вопрос к девочкам которые знают разбираются в шите нужно все таки эта складка или нет то есть вот сам сам подклад это кулирка здесь еще она так оформила очень странно вот эту вот вставку видите как-то по-дурацки мало того что она смотрится нелепо они еще здесь не стыкуются между собой то есть со спинкой и с передом швея в принципе сшила все хорошо но единственное она абсолютно не пришила никакие кнопки не сделала кулиску на штанах причем я спросила ее а где кулиска она говорит а мы разве договаривались я говорю ну да и опять вот знаете вот такие вот мелкие недостатки и ты вроде бы я помогла вроде то сказать давай опять переделывай я не буду принимать такую работу но смысл я ехала через всю москву опять уезжать ни с чем потом опять ездить это все время я уже знаете приняла эту работу заплатила деньги уехала сейчас вам покажу еще один трэш который мне сконструировала конструктор это было такое худи синего цвета это футер с начесом про ткани у меня особый разговор будет сейчас здесь был подклад точнее он и есть на капюшончике и сшили просто нереально длинные рукава вы смотрите это какой-то гуманоид вообще ну серьезно не даже у ребенка рука даже не пролезла вот в эту штуку это манжеты они полностью из хлопка и так как они не тянутся рука не пролазила абсолютно к тому же она очень узкая мне пришлось чтобы примерить просто отрезать этот манжет злочастный и тогда уже все налезло плечи были перекошены все это как-то нелепо куца смотрелось застежки мне также здесь не сделали никакие судя по ткани она мне очень не понравилась это уже после того как мы шили я ее протестировал я ее постирала она абсолютно скаталась я не знаю как какой-то какая-то плюшевая игрушка знаете старая выглядит теперь тому же этот начес очень сильно лезет у меня вот даже вот это вот жилеточка она вся в этом начесе просто ужасная ткань тому же она линяет я ее как проверить линяет ткань или нет я вам говорила по моим предыдущем видео взяла ватный диск смочила его потерла бы эту ткань и ватный диск остался полностью синим причем эта ткань это супер по моему а это экстра пенье у турецкого трикотажа есть три градации качества тканин даже уже больше судя по всему это open and самая такая дешевая ткань которая знаете потом после стирка скатывается вся в катышке я ее даже не рассматривал потом идет качество ring это уже что-то такое среднее не самое плохое но не самое лучшее потом идет качество пенье самое лучшее такое качество где не скатывается вот этот вот начес по идее с верхняя сторона точнее лицевая сторона ткани это же у меня был экстра пенье то есть еще еще выше по качеству чем пенье и посмотрите какое здесь качество я не знаю вообще я у меня в принципе вся модель вот это строилась именно на том что это будет трикотажная модель то есть ткань будет мягкая утепленная а что получается сейчас но я не знаю я просто не могу найти качественный трикотаж и в москве может быть они там еще искала и не во все места ездила но турецком трикотажа как-то сейчас уже не очень хорошо отношусь не знаю может если я найду то эта модель пойдет у меня в продажу если нет то как бы будут другие модели и к этой модели мне сшили штанишки вот они вот на резинке не такой здесь у меня были отвороты модель такая хотела чтобы отвороты тоже были контрастные но в итоге сказала не надо ничего пришивать и они стоят просто не знаю вот по ноге они идут ровно как-то прилипают очень сильно здесь получается такой мешок и мотня я просто и даже не знаю что сказать просто те 10 тысяч которые отдала конструктору я выбросила их на ветер серьезно ребята я потом отфотографировала все эти модели на ребенке выслала и фотографии она даже приезжала ко мне домой мы все это замеряли но у меня уже к ней доверия нет мало того что я сказал что мне не нравится эта мотня и дала ей буквально готовый из магазина штаны чтобы она по ним теперь и делала это все она когда приехала уже к себе домой написала мне письмо главное приличная встреча не сказала что это будет стоить вообще как отдельная модель то будет стоить еще дополнительных денег там 2 500 что ли она мне пишет письмо и выставляет прайс-лист я пишу я и говорю что это такое почему нельзя было сказать это изначально ну то что это будет стоить отдельных денег она посчитала что это как другая абсолютно модель те штаны которые просил уже без мотни и принципе ладно я с ней согласилась и говорю тогда мне не нужно ничего переделывать просто сделай там штаны пошире там убавить длину и на этом закончим работу нам не переделала комбинезон я его пока не отшивала не знаю я уже честно к ее переделкам отношусь скептически и мой вам совет те кто хочет заниматься одеждой пожалуйста не допускайте эту ошибку пожалуйста не отдавайте все там четыре или десять модели одному конструктору которую вы видите вообще в первый раз и не отдавайте заранее деньги всю сумму ни в коем случае пока пока она вам не отошьет точнее не она вам отошьет заплатите 50 процентов так как предоплата и после того как модель уже будет полностью доработана полость у вас устроил устроит именно в плане конструкции когда уже после всех примерок тогда вы оплатите уже 50 процентов помимо этого у нас были с ней споры о том помните я показывала комбинезон желтый там одна девушка написала то что непрактично будет то что лямки не будет перекрещиваться в том что они действительно будут спадать это действительно так после примерки я это заметила что лямки спадают я принципе я помню что я и говорила что лямки должны были быть крест-накрест потому что во время примерки оказалось что лямки очень короткие она начала со мной спорить что нет ты мне такого не говорила на лямки должны были быть прямо у меня записано в блокнотике отсюда вывод 2 но я это точно помню что я это говорил отсюда вывод 2 пожалуйста составляйте договор либо какую-нибудь бумагу где вы будете прописывать все условия как должна быть вы как должна выглядеть модель чтобы не было потом таких прецедентов она со мной спорила три раза я уже не стал ничего доказывать ей говорила и не говорила думаю ладно конечно же я и написала что мне не понравилось как она выполняла свою работу попросил может там за две модели попросила вернуть деньги описала ситуацию то что извини конечно но я потратила деньги на отшив на швеем заплатила я потратила деньги на ткани это было ним это было не макетная ткань как вы видите это была ткань именно из которой далее планировались отшиваться модели и она сказала что нет возвращать деньги я не буду я могу это только переделать но вы понимаете да то есть если человек изначально все наперекосяк это сделал то я думаю переделка будет точно такая же хотя я не проверял я не буду к наговаривать в общем после вот этих вот скитания метаний я решила что для того чтобы заниматься этим делом мне нужно действительно разбираться в этом всем разбираться в шите разбираться в конструировании потому что быть просто дизайнером рисовать модели на бумаге просто искать тканюшки но это может быть и хорошо если у тебя еще есть какой-то человек который выполняет всю остальную работу да вот эту техническую который тебе помогает то есть ты не одна вот изначально вас такие разделения ты творческая составляющая другой человеку занимается может быть деньгами и такой технической работы конструирование процессами но когда ты один я пытаешься сэкономить сэкономить конечно же деньги на своем стартапе и ну не знаешь вообще что и как делать это очень тяжело на самом деле и поэтому чтобы сэкономить ты должен действительно разбираться поначалу во всем и в принципе это тебе понадобится потому что даже если в дальнейшем ты наймешь уже у тебя допустим из твоей маленькой компании вырастет какая-то большая компания чтобы понимать вообще все что происходит все процессы ты должен сам в этом разбираться иначе тебя постоянно будут как-то обманывать говорить что это невозможно сделать так невозможно сшить а ты будешь доказывать что нет я-то знаю вот я-то вот там-то читал или учился я это делал поэтому требовать от людей сможет что-то я решила для себя что я хочу во всем этом разбираться и тут началась моя вторая история простых геморрой я начала учиться и